Вы, ваши дети, наверняка захотят здесь поесть. Это фантастика какая-то. Это так шутка. Все впечатления плаваются. И сейчас, оказывается, попали в ловушку своих собственных догадок. Это электрический уголь? Я бы не стала с такими глазами шутить. Мой палец вообще вот так вот длинной. Боже, он смотрит на меня, мамочка. Как это страшно. Я на дискотеку пошла с друзьями. Официальную информацию я вам расскажу немного позже. Сейчас скажу лишь только, что он очень большой, впечатляющий. А огромное количество игрушек, которые продаются на выходе, отличный маркетинговый ход, но и одновременно, конечно же, головная боль для многих родителей. Сейчас я расскажу вам, что можно посетить в Москвариуме, не платя за вход, помимо туалетов и детских комнат. Для этого мы поднимаемся на второй этаж. Тут расположен вот такой батискаф, из которых детей буквально за ноги и за уши. Мы вот с трудом вытащили Дон Никитона. Потом чуть правее от него фотозона. Там мишка, трон. В общем, можно посидеть, пофотаться. Еще чуть-чуть правее фудкорт, где можно, ну, не супербюджетно, но достаточно вкусно покушать. Мы поднялись на второй этаж специально для того, чтобы показать место, где можно вкусно, хорошо покушать. Потому что здесь можно провести, на самом деле, целый день. И, естественно, вы и ваши дети наверняка захотят здесь поесть. Тут есть несколько кафешек. В общем, на втором этаже расположен достаточно просторный, удобный фудкорт. А на первом есть кафешка, называется Кашалот. И там очень хорошая игровая. Мне сказали, что очень бюджетно, но, тем не менее, 750 рублей. Есть еще, кстати, можно выйти из Москвариума. Тут рядом есть кафе-столовая. Там цены чуть-чуть пониже. Кассы можно увидеть сразу, как только зайдете в Москвариум. Мы заплатили за вход 2850 рублей за троих взрослых. Дети до трех лет идут бесплатно. Настало время фактов для общего развития, так что устраивайтесь поудобнее. Работа Московского океанариума была запущена в 2015 году после двух лет строительства. На тот момент он являлся самым большим океанариумом в Европе. И не мудрено, общая площадь его равна 53 тысячам квадратных метров. Я долго искала, с чем это можно наглядно сравнить. И, к сожалению, ничего не нашла, кроме пресловутого Дворца Путина, в котором никто из нас с вами не бывал. И то его общая площадь меньше площади океанариума практически в три раза. Так что, если у вас есть более наглядные какие-то примеры, обязательно пишите их в комментариях. Привет! Все здание делится на три основные зоны. Первая – это зона аквариумов. Здесь мы как раз таки с вами сейчас и ходим. Вторая – это площадка для водных шоу. Ее мы посмотрим в следующем выпуске. Ну и третья – это центр плавания с дельфинами. Там тоже несколько бассейнов, но, к сожалению, на него нашего бюджета уже не хватило. Здесь на нулевом этаже 80 аквариумов, в которых живут почти, а может и больше, 8 тысяч живых существ. Экспозиция тоже делится на разные зоны. Одновременно на выставке могут находиться 1200 зрителей. То есть, например, практически все население Химок, если соберется и решит разом посетить москвариум, то, в принципе, всех вместе. Надо учитывать, что это данные до пандемии, естественно. А этого парня зовут Аристотель. Если повезет, то можно увидеть, как в его аквариум спускается аквалангист, для того, чтобы поиграть с красненьким, ну и, разумеется, покормить его. Но если не повезет, ничего страшного. Может, на официальном сайте москвариума есть видео этого процесса. Очень даже забавное зрелище. Но в любом случае, посмотреть на плавание сменога однозначно стоит, потому что это очень залипательный процесс. Отдельная статья расходов в таких местах – это, разумеется, фотографии на память. В аквариумах расположены две фотозоны. Одну вы точно не пропустите, а вторая расположена в самом конце, слева или справа от вас, в зависимости от того, с какого коридора вы будете выходить. Для детей единственная награда за эту пытку, а-ля «Мальчик, посмотри в камеру». О, это что тут? Это что тут за пират? Это возможность поразмахивать потом реквизитом, который был использован во время фотосессии. Сразу остановлюсь на процессе получения фотографии. После того, как вы нащелкаете кадров, фотограф дает вам карточку. С этой карточкой на первом этаже есть стойки с надписью «Фотокасса». Эту карточку вы отдаете кассиру, и она выгружает эти снимки на компьютер. И вы уже вместе сами выбираете, какие снимки вам распечатать. Потом вы выбираете бумагу или магнитики. Примеры прилагаются, разумеется. Для детей на термокод вводите, скачиваете, при тюрьме не там заняться. Когда мы пытались скачать эти фотографии с сайта, моему мужу-программисту пришлось несколько танцев с бубном сплясать, чтобы достать этот злощадный архив. Через 5-7 минут после оплаты забирайте результаты вот в таком конверте. Ой, они еще сделали так красиво. Но это вообще стоит своих денег. Ради таких фотографий не жалко заплатить. Сколько? 350 рублей одна фотография. Смотри, какие выдры, да? Это выдры? Да. Обалденный. Кайф вот этого залипательного шоу в том, что посмотреть на жизнь зверьков можно не только на суше, но и под водой. Словить несколько заплывов этих мохнатых было тем еще удовольствием как для взрослых, так и, конечно же, для детей. А потом вроде идешь такой, казалось бы, ничего примечательного, коридор с аквариумами, поворачиваешь голову, а тут тебе такой зеленый стоит, привет передает. Ждет, кажется, чучело вообще. Ждет, кажется, чучело. Ждет, кажется, чучело. Ну, пойдем дальше. Пойдем. Дальше пойдем. Пойдем с ним. Да? С собой забираем? Пока, друг. Пойдем, друг. Если вы вдруг видите вот такую вот штуку, знаете, это не сосиска, не камень, это рыба. И просто ведет она ночной образ жизни и сейчас спит. Это электрический уголь? Так это еще и электрический уголь, он еще и жарить может. Посмотрите в этот глаз. Я бы не стала с такими глазами шутить. А вот она. А это квестная дежава. Я вот нашла, она вон там, вон глаз торчит ее. В кустиках спряталась, глаз вон ее торчит. Вон там жабка. Сперва вы проходите через серию просто узких коридоров, в которых расположены разные аквариумы. Но потом вы попадаете просто в супер просторное помещение, в котором расположены просто огромнейшие вот такие вот аквариумы. И здесь тоже можно посмотреть очень много рыб, которые находятся практически в естественной среде. Это фантастика какая-то. Продолжается рубрика «Интересные факты». Общий объем воды в Москвариуме составляет 25 тысяч кубометров. То есть это, чтобы вы представляли, 25 тысяч литровых банок. Ни много, ни мало. Для запуска океанариума потребовалось более 700 тонн морской соли из Японского и Охотского морей, а каждый месяц на поддержание уровня соли в воде уходит 80 тонн соли. Это как весь такой автокран, плюс еще сверху 20 тонн досыпьте. Вот это экспонат. Это экспонат? Да. А, и тут тоже экспонат. Просто он движется. И сейчас, оказывается, попали в ловушку своих собственных догадок. Тут обитают крокодилы, и они на самом деле создают впечатление ненастоящих. Как будто бы это просто экспозиционные крокодилы. Но после того, как мы простояли возле аквариума минут 15, наверное, один из крокодилов зашевелился и поплыл, уплыл, и вот сейчас вот туда в сторону. А вот этот вот тоже шевелится и тоже плавает. Короче, эти крокодилы тут оказываются настоящие. И это так шутка. Кожа рыба гуляет. Под водой прям туси аппетит просто. На маршах пойдем? На маршах. Пойдем, Никита? Не пойдем. До пандемии в этом месте были расположены перед экранами мешки. Люди валялись прямо на мешках и смотрели фильмы про море. Сейчас во время пандемии, естественно, все мешки убрали. Единственная возможность посмотреть фильмы, которые здесь показывают, это вот взять себе что-нибудь в баре и посидеть вот здесь за барной стойкой посмотреть. Все больше никак, к сожалению. Вот такая пандемия, пандемиюшка. Все впечатления, главное. Я тут нашла какой-то стенд. И тут написано погладь меня. Я сейчас буду пробовать. На самом деле, конечно, пихать свои руки в черный ящик как-то сомнительно. Но давайте попробуем. Так, написано дельфин. Торчит, короче, шар какой-то. Я боюсь. Я не трус, но я боюсь. Здесь написано касатка. На самом деле, тут просто шары. На самом деле, тут просто шары и ничего особенного нет. Наверное, тут была натянута шкура до этого. Вот здесь у меня за спиной находится один из самых популярных экранов. Но экран-сюрприз, наверное, я бы так его назвала. Потому что там, если повезет, то можно увидеть, как проплывает в нем касатка. Мы были там в прошлый раз. Стояли, смотрели, смотрели, смотрели. Рядом стояли люди, которые стояли, смотрели, смотрели, смотрели. В общем, никто ничего не увидел. Здесь сейчас, отдаленно, за сеткой мы увидели дельфинов. По всей видимости, они тренируются к представлениям. И вот сейчас силуэт и очерта не сдалека видно. Но дельфины – это не касатки, сами понимаете. А в этом экране можно увидеть, например, камни. Очень увлекательное зрелище. Второй этаж еще будет интересен для таких же любителей, как и я, закулисной жизни. Потому что посмотреть на большие аквариумы под другим углом – это совершенно другое зрелище, которое красивое и очень увлекательное. Ее чешуя – одна чешуйка размером с мой палец вообще вот так вот длиной. Это одна ее чешуйка. Покруг. Как будто бы сама подставляется. У нее глаза какие-то странные. У других глаза такие живые. Перекусить, взять кофе, воды, ну или еще что-то там, конечно же, можно. Потому что здесь, на территории аквариумов, есть целых два кафе. Они расположены одно над другим. То есть на втором и на первом этаже. Просто в одном и том же месте. Одна из самых моих любимых зон – это зона подводных жителей. Вот посмотрите только на этих крабов, как у них щупальцы клацают. Здесь можно увидеть много причудливых рыб, морских звезд. Ну и самое главное, что я здесь больше люблю. Это вот эти вот удивительные и просто захватывающие танцы медуз. Посмотрите только, как у них шапочки с усиками двигаются. Как это красиво. Ну все, я перестаю говорить, включаю музыку. И давайте вместе немножечко порелаксируем. А вот посмотрите, морские коньки, какие они классные. Я их, если честно, вот здесь вот прям первый раз в жизни увидела. Я даже представить не могла, что они такие крохотные. Но такие красивые при этом. А вот таких вот друзей видали. Это вот тоже одна из разновидностей морских коньков. Там не помню какая. Но вы сами придете в Москварию, мы прочитайте. Потому что там рядом есть все информационные таблички. Так, ну все, честно. Так. 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 Вообще, во всём этом шуме воды, сопровождающейся музыки вот этих вот аквариумов с медлительными огромными рыбами, глядя на такие, где сверху вода бушует, а снизу всё тихо и спокойно, начинаешь философствовать и думать о том, что сверху нам кажется, что какие-то проблемы, суетая завода, стоит только опуститься вниз в глубину и окажется, что там всё тихо, спокойно, и вот этот внешний мир всего лишь придуманный, что ли. Самая кайфовая и неожиданная для меня стала зона вот этого бассейна, который наполнен скатами, несмотря на свой вид, они очень оказались дружелюбными ребятами и первый раз, когда я была в москвариуме, я вообще даже не поняла, что там просто прошла мимо, а зря, потому что здесь с этими скатами можно, так сказать, сами сейчас всё увидите, просто смотрите дальше. Как он закрывает, так красиво, так красиво, божечки мои, божечки. Боже мой, это самый крутой экспириенс, который, мне кажется, можно получить вообще вот так вот здесь прямо в москвариуме. Ты приходишь и раздаёшь пять скатам, это же просто... Привет! Ну, пожалуйста, ну выплыви, дай пять, дай пять. О боже, он смотрит на меня мимо! Как это страшно! Вот этот коридор, это предпоследний перед тем, который, я считаю, лично самый релаксовый. Я не буду вам рассказывать всё, всё-таки оставить нужно чуточку интриги. Я на дискотеку пошла с друзьями. Буду мамой сегодня поздно. Губы накрасила, глаза накрасила, сегодня смыкайся у меня. Пошла. Но то, что будет дальше, вы обязательно должны будут. Смотрите. Спасибо. Это просто один большой здоровенный аквариум. Находишься внутри него самого, прыгают, плавают, надо лапывать слева, справа буквально везде. И задержаться здесь на 10-15 минут будет очень дорого. Стоить впоследствии, потому что это действительно очень целебательное, очень расслабляющее и релаксовое действие. Я абсолютно всем рекомендую побывать здесь и насладиться этой красотой, роскошью и возможностью немножечко прикоснуться к глубинам рек, вод и океанов. На этом сегодня всё. С вами была Ильяна Алексеева по наехавшим влог. Если вы не видели мои другие видео, обязательно смотрите их. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте это видео и увидимся в следующих выпусках. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова